МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СБУ переиграла ФСБ. Тихо, 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 тихо. Уже все. Служба безопасности. Лежать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Украинская спецслужба сорвала планы Кремля по проведению большого митинга в Киеве. Помните октябрьский мятеж внутренних войск под администрацией президента? С подачи Москвы несколько сотен срочников самовольно покинули расположение воинских частей. Этот бунт устроила сотрудница российских спецслужб Юлия Харламова. Якобы она лично присутствовала под администрацией президента. В начале декабря готовился еще один большой демарш. В Кремле планировали вновь спровоцировать солдат на самовол. Тайны митингов. Тетушки с Майдана перекрашиваются в цвета патриотов. А деньги чьи? Кто, как и за сколько раскачивает украинское общество? Митинг был, был. Ну, сто человек было, было. Все, списали деньги. Картинка для Лайф-Ньюс. Идут ли сегодня радикальные украинские националисты на поводке Кремля? Более ста агрессивно настроенных молодых людей вновь собрались у Дворца Украины. В Украине едва ли не каждый день митинги и демонстрации. Непонятные митинги в Киеве. Восстание в Виннице. Вчерашние беспорядки в Запорожской мэрии, которые транслировали в прямом эфире на одном из кремлевских каналов. Кому выгодна мятежная Украина? Судьба Украины решается не только на Донбассе. Российская армия на деле не такая уж грозная. Всю осень российских двухсотых фурами возвращали на родину. Свергнуть киевскую хунту оказалось непросто. Они сейчас понимают, что они военными методами уже ничего не решат на Донбассе. То есть остается цель ослабить Украину внутриполитически. Поняв, что задавить Украину военной мощью не под силу, Россия начала искать пути, расшатать нашу страну изнутри. И она их нашла. На фронт выходит пятая колонна. Дмитрия Корчинского называют серым кардиналом протестного движения. Это ему приписывают печально известный штурм Банковой 1 декабря прошлого года. Причастность к прошлогодним событиям лидер братства опровергает. Как и то, что его люди берут участие в нынешних уличных баталиях. У Корчинского есть железный аргумент. Практично вся организация сейчас в Донецкой области находится. И мы берем участие в других заходах, связанных с разведкой, диверсией, обороной Мариуполя. Тогда кто же подыгрывает Москве? За годы у власти партия регионов построила масштабную структуру приплаченных митингов. В каждом городе есть какое-то количество людей, которые как бы митингобайтеры, так скажем. То есть люди, которые всегда ходят на митинги. И у них там есть такие десантники, сотники, которые их там собирают. Они верят, потому что они там с ними расплачивают. Но регионовские бабушки и массовка за деньги – архаизм прошлой эпохи. Московские кураторы Украины пошли дальше и научились использовать патриотов. 21 век диктует новые правила ведения войны. Теперь в обоймах не только свинцовые, но и информационные пули. Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Если телевидение рассчитано на людей старшего поколения, то интернет бьет по молодежи. Иснует специальный подраздел хакеров, блогеров, которые работают под парсольку российских спецслужб. Один находится под Воронежем, а другой под Санкт-Петербургом. Служба безопасности Украины регулярно находит доказательства. Группы в соцсетях, через которые украинцев призывают выходить на улицы, ведутся из России. Вверх кремлевского цинизма. Расшатывать ситуацию решили, используя патриотично настроенную молодежь. Потому что никто вменяемый в этой ситуации, конечно, не будет устраивать такие массовые заворушения. Им едва исполнилось по 15. Люди, вы могут не Украина, вы сегодня? Да. Но свои требования они знают наизусть. Заучили, как программное стихотворение в школе. В парламенте залишились не те лица, которые нам обещала Влада, которая пришла. Они называют себя «Черный легион» и «Реванш» – их акции на грани закона. Из-за этих подростков Киев два дня стоял в пробках. Это все очень выгодно для телевизионной картинки российских медиа. Другим темам украинские радикалы разгромили офис коммунистической партии в Киеве. В СБУ уже заявили – митинги организованы Россией. Я призываю IP-адрес Российской федерации таких мест, как Москва, Санкт-Петербург, Ростовный дом. Неужели молодые патриоты даже не догадываются, на кого работают? Я и не знал, а он меня финансирует. Почему не езжу на хорошей машине, не живу в квартире, а в гуртожит? Откуда взялась эта радикальная молодежь? И кто их тайные кураторы? Будем говорить о том, что дети от 14-18 лет – это подростки. Это незрелые личности. Сдернуть их с якоря и призывать их участвовать в каких-то мероприятиях сейчас достаточно легко. 1 декабря, в годовщину разгона демонстрантов на Банковой, российские каналы получили с Киева нужную им картинку. Националисты этим вечером снова устроили беспорядки на улицах Киева. Молодые люди внезапно перекрыли главную улицу страны – Крещатик. На следующий день ситуация повторилась. Центр Киева вновь застрял в пробках. Мальчики вышли протестовать. Они же не вникают в подобности, а что это за люди, им предлагают деньги или просто даже фуфан, да, там, организоваться. Они же не вникают в это все. Ну, такая, знаете, слепые щенята, котята, которые просто как-то тыкаются, но сами не понимают, куда они лезут. Радикалы собираются через соцсети. Большинство аккаунтов – с российской регистрацией. Внедряемся в ряды митингующих. Сколько людей в вашей организации? Ну, на акции постоянно приходит около от 50 до 100 человек. У нас больше 50 не было никогда. Восемь вечера. Возле кабмина собралось около полусотни школьников. Несите, пожалуйста, будь ласка, сформуйте колонны. Похоже, ребята не сильно задумываются над тем, зачем и куда они ходят. Ведь встретить кого-то в 8 часов вечера в госоргане достаточно сложно. Дети мялись перед кордоном милиции около часа, пока к ним таки не вышел засидевшийся допоздна чиновник. Смерти на байдане не расследуется. Согласен, Пу. Вскоре вечерний митинг расходится. На прощание тинейджеры развлекаются петардами. Верниться! Кто кинет? Кто кинет? Любая более-менее организованная группа людей, она всегда имеет цель. Но самое неприятное, что эту цель обычно знают только процентов 5 от людей, которые состоят в этой группе. Встречаемся с одним из руководителей юных провокаторов. Люда земной пришла, разумеется. И я им сказал, кто хочет, кто хочет, идите за мной. Парень пришел с подкреплением. Все выглядят, будто школьники. Их тут около 30. Каким образом вы узнаете то, что? Информация в интернете выкладывается, листовки расклеивают по городу. Но внезапно появляется еще один лидер. Начинаются разборки. За полчаса горе-провокаторы успели дважды поругаться и помириться. Мы относимся друг к другу. Это больше лично. И мы с этим как-то стараемся. А главный зачинщик и создатель движения не выдержал груза ответственности и ушел. В слезах. Я не хочу ничего вырешивать. Я просто поеду домой, вы оброчите меня, будь ласка. Кто организовывает грязные митинги в Украине? Сколько денег платят юношам в Балаклавах? И будет ли русская зима в мирных украинских городах? Продолжение сразу же после рекламы. Только в секретных материалах. Его по праву можно считать главным зазывалой уличного протеста страны. Свободовец Игорь Мирошниченко. Люстратор из народа и герой Ютуба. Это он увольнял чиновника из НТКУ. Крепкие выражения для убедительности сдабривают крепкими ударами по затылку. И был идеологом падения киевского Ленина. Это он организовывал ненужные столкновения перед концертом Ани Лорак в Киеве. Абоненты называют Мирошниченко находкой для кремлевского ТВ. В Киеве вновь беспорядки. И на сей раз радикалы ополчились против певицы Ани Лораку, которой этим вечером был запланирован концерт. Ей не простили гастроли в России. Министерство внутренних прав просто могло запобегти к этому конфликту, не рекомендувавши проводить его в палаце Украины. Они просто экономят деньги для ФСБ. На раскачивание ситуации в Украине Москва выделяет миллионы. На прикармливание лояльных людей там не жалеют денег. Проплачивается ФСБ и Москвой журналистов, и политиков, и даже куча Верховной Рады прошло, мы знаем. Инвестируя сумасшедшие деньги в украинские бунты, кремлевская власть формирует в Киеве пятую колонну нового образца. Им важно внушить россиянам страх и ненависть. Мол, посмотрите, что творится в Украине. Хаос, беспорядки и беззаконие. Это «Вести недели». Я Дмитрий Киселев. Добрый вечер. Смотрите сейчас. Любая подобная новость из Украины обязательно становится топ-темой. Там уже несколько раз взрывали шумовые гранаты, световые гранаты. Даже популярная мусорная иллюстрация подается как сверство фашистских молодчиков. Хаос! 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 Но, оказывается, кого из чиновников бросать в мусорный бак, решал не всегда народ. Подыгрывающие Москве коммерсанты зарабатывают на этом неплохие деньги. Трех до сорока тысяч долларов. То есть, ну, три тысячи долларов любого тебе не бросят в мусорку, ну, как бы технологически. А чем больше сумма, это даже не предлагают медиаподдержку. То есть, что мы это еще осветим по телевизору. Медиаподдержка российских СМИ уж точно гарантирована. На Украине очередной эпизод из сериала под названием «Майдан». Российские СМИ настолько увлеклись Украиной, что житель далекого Хабаровска о киевской хунте может рассказать гораздо больше, чем о родном городе. В сторону милиционеров полетели камни, взрывпакеты, дымовые шашки. Кто-то распрелился на сдачевый газ. Но в то же время причин для недовольства и вопросов к новоизбранным украинским политикам у народа уже более чем достаточно. Исписывать все подряд на длинную руку Москвы не вариант. Препинятия краски. Только мы видим, что руководство не крадет, областное, или государственное, или руководство министерств, или еще что-нибудь. Так сразу все эти протестные настроения очень легко сбиваются. Продолжение следует...